Выставка создана на основе точек соприкосновения жизни двух писателей. Как известно, Некрасов стал проводником в мир большой литературы для Достоевского. Он высоко оценил его дебютный роман «Бедные люди» и тогда же сказал свою знаменитую фразу «Новый Гоголь явился». После этого Фёдор Михайловича начали печатать в крупных литературных изданиях. Оба писателя даже были влюблены в одну женщину, Авдотью Панаеву. Она 17 лет была гражданской женой Некрасова, но их союз так и не перерос в официальный брак. На протяжении всей жизни классики не исчезали из поля зрения друг друга надолго, хотя и попали в разные общественно-политические круги. Прежде всего для Достоевского Некрасова был поэт. И ценил он в нём его глубокий внутренний мир, его душу, человека метущегося, страдающего, способного к покаянию. Знаменитый сон Раскольникова о лошади, которую забивает хозяин, навеян стихотворением Некрасова. И ещё много таких фактов, а где-то и мистических совпадений представлено на выставке. В этом году будет проведён цикл мероприятий, посвящённых 200-летию со дня рождения писателей. Особый диалог в юбилейный год, который открывается на выставках, на мероприятиях, на конференциях, на чтениях, ещё раз мы полагаем, вернее даже, можно сказать, уверены, вернёт и нас, взрослых, и детей, к новому прочтению произведений и Достоевского, и Некрасова. В юбилейный год преобразится и территория Дома-музея Некрасова в Чудове. В 2021 году филиал Новгородского музея-заповедника завершит модернизацию туристической инфраструктуры. Будет построена сеть пешеходных дорожек, парковка, сделано озеленение, появится санитарная зона и новые кассы. Из Чудовского района Анна Вихрова, Андрей Шестаков. Новости Новгородско-областное телевидение.